Нашу презентацию. У нас будет таким образом построена сегодня лекция, доклад, что первую часть рассказывает Макс, это о организации бизнеса, о том, какую форму выбирать, там ФОП, ТОФ, налоги. Дальше буду говорить я о договорах в IT на фрилансе, об авторских правах, о разных видах договоров. Вот таким образом. Так, я включаю первую часть. Так, еще тоже один дисклеймер, что мы стараемся преподносить информацию для всех, чтобы она была как-то... Кому-то, может быть, будет что-то сложнее, кому-то что-то проще. Если что, задавайте вопросы в чат, мы потом ответим, либо в середине. Но мы планируем таким образом, что Макс говорит о своей части первой, о корпоративной, и дальше мы прерываемся, отвечаем на вопросы, и потом уже переходим к контрактам, заканчиваем, тоже говорим, отвечаем на вопросы, и потом приходим к вопросам, которые были в чате. Не в чате, а в Excel. Так, все хорошо всем видно, да? Оля, все видно, да? Да-да, все видно. Можем начинать. Так, еще раз всем привет. Действительно, постараемся как-то спокойно рассказать о базовых вещах в сфере налогов, в сфере инкорпорации, то есть создания той или иной организационной правовой формы, в которой действовать, и от имени которой осуществлять свою жизнь в IT. И начнем мы с этих базовых вещей, да, когда мы решаем, так сказать, отвечаем на два вопроса, да, вообще как-то инкорпорироваться, регистрироваться ли в органы государственной власти, обеляться ли, осуществлять эту деятельность официально, или же ничего не делать, да, и работать со своими заказчиками без официальной регистрации в налоговых органах и в органах пенсионных. Так вот, и был такой вопрос, по-моему, изначально, да, а что будет, если, собственно, осуществлять деятельность вне статуса, да, в ФЛП или вне статуса общесограниченной ответственности? И тут ответ достаточно простой. Закональство предусматривает некоторую фиксированную ответственность за осуществление деятельности без государственной регистрации. Эта фиксированная ответственность может доходить до 34 тысяч гривен. Это административный штраф, накладывается он на лицо, которое действует без статуса ФЛП или без другой инкорпорации, допустим, статуса ООО, получает прибыль, а на постоянной основе осуществляет по факту рисковую эту самую турнирскую деятельность, но никак себя описание не показывает перед государственными органами. Да, можно получить штраф в размере 304 тысяч гривен, но на самом деле не могу сказать, что это самое страшное, что может произойти. Дело в том, что существует такой момент, что налоговая инспекция существует, да, как мы понимаем, и ей тоже интересны такие ситуации, и участвуют в, так сказать, взыскании сопотенциального нарушителя тех или иных сумм. Дело в том, что все доходы, которые получены лицом от занятия по факту предпринимательской деятельности, но без регистрации таковой, могут быть учтены как доходы физического лица. Легкая вещь. Все доходы, полученные обычным физическим лицом, без статуса предпринимателя, облагаются по ставке 18% и должны быть, собственно, уплачены, да, уплачены должны быть в сторону налоговой инспекции. Здесь вопрос становится как бы более интересным, потому что возможная ответственность, возможные налоговые последствия в таком размере достаточно неприятные. Поэтому стоит рассмотреть, какие существуют официальные формы взаимодействия. О них сейчас подробнее. Итак, это ФЛП и ООО. У меня почему-то прыгает картинка сейчас. Илона, если можно, вернусь все-таки на первый экран. Спасибо. Так вот, две формы. Физический лицопредприниматель и общество ограниченной ответственности. Они различаются как по нагрузке, так сказать, смысловой, так и по тем критериям, которые я здесь описал на слайде. Ну, давайте начнем по этим критериям проходиться. Итак, что касается ответственности. Общее правило, что участники общества ограниченной ответственности, то есть его учредители, не несут никаких обременений, обязательств по долгам такого общества ограниченной ответственности. И наоборот, тоже ООО не будет отвечать по долгам участников, то бишь его учредителей. Противовес ответственности юридических лицопредпринимателей, она здесь несколько расширенная. И по всем обязательствам, которые возникают у юридического лица предпринимателя, будут обязательства перед органами государственной власти, перед органами местного самоуправления, перед теми же контрагентами, заказчиками или подрядчиками. ФЛП несет ответственность всем своим имуществам. То бишь, грубо говоря, если вы нарушаете какой-то контракт перед своим заказчиком, не выполняете в сроке какое-то обязательство, которое вы на себя взяли, например, по разработке какого-то программного обеспечения или созданию дизайна, ваш заказчик может обратиться в суд, и самым негативным результатом будет, естественно, проигрыш таким ФЛП данного суда, и впоследствии вся сумма, которая причитается заказчику, может быть взыскана за счет того имущества, которое будет находиться в вашей собственности на момент такого взыскания. Это что касается момента с ответственностью. Конечно, здесь нужно сказать, что все-таки ответственность у ООО, она несколько приятнее выглядит, и она ограниченная, соответственно, в тех отношениях, которые я описал выше, здесь бы перед контрагентом обязательства возникали именно у ООО, а не у вас как участника или учредителя. Что касается старта предпринимательской деятельности в той и другой форме, конечно же, легче стартовать в форме ФЛП. Что здесь говорить? Сейчас есть такой прекрасный ресурс, который финансируется со стороны правительства, это ДИА. С помощью этого портала можно зарегистрироваться в качестве юридического лица в предпринимательном онлайн. В принципе, вам понадобится только регистрация на этом портале и наличие электронной цифровой подписи. Кстати, электронную цифровую подпись можно получить не только в любом учреждении налоговой инспекции, допустим, это бесплатно, но и также, если вы являетесь клиентом Приватбанка, можно получить электронную цифровую подпись в Приватбанке. Это тоже не является проблемой. С помощью этой электронной цифровой подписи вы становитесь, так сказать, видимым, и вас можно идентифицировать при регистрации физического лица в предпринимателе. Там простая процедура, в принципе, вся онлайн-часть занимает, наверное, до минут пяти. Нужно просто разобраться с теми квадами, которые вам нужны в вашей деятельности. Ну, обычно там загружаются квады по всей строгости и необходимости, максимальное количество квадов, которые касаются IT. Это там и разработка компьютерного, и компьютерное программование, и деятельность в сфере дизайну. Много квадов, мы потом можем их, кстати, публично продемонстрировать, тот список, который необходим. Вот, и так, значит, заполнив там несколько строк, подождав потом в офлайне, так сказать, примерно 2-3 дня, получите официальную регистрацию в качестве ФЛП. Еще порядка 7 дней будет необходимо для того, чтобы получить эту такую застарелую, такой анахронизм бытия налогового. Это книга учета доходов и налогов. Письменная, к сожалению, в книге эта книга, и мы дальше поговорим о порядке ее ведения, зачем она нужна. Ну, нужно рассчитывать, что с открытием счета получить статус ФЛП полноценный и стартануть, так сказать, начать получать нежные средства, заключать контракт, и можно через 10 дней примерно. Что касается ООО, то здесь процедура несколько сложнее. Необходимо понимать, что вам не обойтись без визита к нотариусу, вам не обойтись без визита к государственному регистратору, если все делать правильно, а интервенционная правовая форма, она не терпит каких-то ошибок на старте, поэтому стоит сразу... Я бы советовал обращаться сразу к компетентным лицам, юристам, адвокатам, которые занимаются непосредственно регистрацией ООО, потому что ряд документов они должны быть... Они имеют свои требования, и если не создать ее требования, то, скорее всего, не получится легко и просто зарегистрировать это общество с ограниченной ответственностью. Поэтому и расходы, естественно, увеличатся, потому что на нас добавляется нотариальное удостоверение некоторых документов обязательных для инкорпорации ООО, и несколько... Ну, естественно, услуги здесь юридически необходимо быть оплачены. В части ФЛП здесь как бы все-таки полегче. Ну, грубо говоря, примерные цены, чтобы понимать. За регистрацию ООО обычно, если делать все в соответствии с законом и разрабатывать индивидуальные документы, которые под каждую ситуацию, под тот или иной вид бизнеса непосредственно делаются, то это может быть порядка 250-300 долларов. Вот здесь, конечно, по сравнению с бесплатно у ФЛП, нагрузка такая есть для старта. Что я имею в виду, указывая слово «партнерство» в этом слайде? Дело в том, что, в принципе, если вы стартуете не один, у вас есть коллега, единомышленник, кофаундер, то, скорее всего, форма ФЛП вам не подойдет. В том случае, если же вы хотите действительно договориться на берегу, сформулировать требования, в первую очередь, друг к другу по участию в вашем совместном бизнесе, IT-бизнесе, опять-таки, в форме ФЛП это сделает проблематичным. Даже если у вас в обоих, у вас больше, допустим, чем два кофаундера, будет статус ФЛП, организовать между вами внутри правильное взаимодействие по управлению вашим общим бизнесом скорее всего не удастся. Здесь, естественно, я отдаю преимущество ООО. То есть, если у вас действительно есть живые партнеры, у вас несколько человек, и вы хотите правильно настроить свои отношения со старта, определить, какое денежное участие будет в вашем совместном бизнесе тот или иной участник осуществлять, кто какие дивиденды будет получать, как часто будут выплачиваться вознаграждения за тот или или иной труд того или иного участника. Что будет, если один из вас захочет уйти, а другие в принципе готовы продолжать работать над проектом. Все это можно описать в рамках такого документа, как корпоративный договор, который дополнительно к внутреннему документу по уставу прикрепляется в этом документе, в корпоративном договоре. Эти стороны как раз и урегулируют и настраивают все эти отношения, которые я сказал в письменном виде. Более того, можно указать об ответственности за несоблюдение тех или иных обязательств того или иного кофаунда. То есть, этот документ достаточно полезен, если действительно намечается серьезное мероприятие в отношении получения денежных средств и потом распределение, справедливое распределение прибыли. Такой пункт здесь тоже указан как уровень доверия. Мы понимаем и сталкиваемся с этим, наверное, в работе с нашими клиентами, когда спрашиваем, почему они решили инкорпорироваться в форме ООО, в форме FLP, или почему они решили отойти от физического лица предпринимателя и создать какое-то юридическое лицо. И часто слышим, что преимущественно решение исходило от отсутствия доверия иностранных контрагентов к такой форме, как FLP. То есть, лица не всегда понимают, почему, допустим, ваш проект или ваша организация называется каким-то одним образом, а контракт заключая, там, FLP, Саевский Максим Олегович. То есть, здесь возникают вопросы дополнительные. Более того, как бы, ну, стоит вроде бы немножко опуститься на другую лексику и сказать, что, наверное, ООО будет бизнес престижнее так иметь со стороны ваших контрагентов. Вот, поэтому, да, уровень доверия к ООО и уровень доверия к сотрудничеству с такой организационной правовой формой, он у заказчиков, у подрядчиков, он более высокий. Хотя есть те, кто работает в форме FLP с разного рода проектами на разные суммы. Поэтому здесь, конечно, вопрос индивидуальный, но я все-таки захотел его осветить. Что касается закрытия, да, открытия, мы поняли, что, в принципе, где сложнее, где легче. С закрытием ситуация такая же. То есть, если вы решаете закрыть ваш проект, указал, да, там, стартап не взлетел. Ну, бывают такие ситуации, мечты не всегда реализовываются. Тогда, в принципе, процесс закрытия общества границы от соответственности, он будет несколько, ну, более трудоемкий, да, потому что в случае с FLP, в принципе, с момента, там, подачи заявления государственному регистратору о закрытии своей деятельности, вы уже, может, так сказать, выдыхать и заниматься своими вещами, как бы, особо сильно не нервничать по поводу того, чтобы будут какие-то дополнительные, там, моменты. Конечно, да, возможно, проверка со стороны налоговой инспекции по поводу того, как вы вели свою деятельность, будучи в FLP и в процессе этой деятельности. Но это несколько, все равно будет облегченный контроль, и его, ну, как бы, по нашей практике, этот контроль закрытия легче пройти. По выводу денежных средств, здесь тоже такой момент, да, если вы получаете денежные средства на счет FLP, далее вы просто перевели там на свою личную, да, на карту и распоряжаетесь этими денежными средствами, как вам заблагорассудится, естественно, заранее уплатив все обязательные налоговые отчисления. В случае с общественно-сограничной ответственностью, так сказать, просто так получить деньги на ООО и затем кинуть себе на карту, как бы, ну, не удастся. Вот, поэтому структура выведения денежных средств и возникающие с этим сложности, и дополнительные документы, дополнительные решения, они, естественно, более комплексные. И, в принципе, нужно понимать, что есть несколько форм вывода денежных средств, да, это дивиденды, то есть вы получаете выплаты по своим корпоративным правам согласно той доле, которая вам принадлежит в том или ином юридическом лице. Вот, или же вы находите партнера, вот, который имеет статус физического лица предпринимателя и, скорее всего, это статус также налоговый в форме платежщика единого налога, который платит 5% от дохода, и, соответственно, оказываете ему какие-то услуги, тем самым выводя денежные средства. Поэтому здесь немного ситуация посложнее, ну, поговорим об этом тоже, наверное, позже, если успеем. Так, значит, можно, в принципе, в следующем момент обсудить. Что касается налоговой той самой нагрузки в этих двух организационно-правовых формах. Чаще, начинаем с того, да, что чаще используют фрилансеры, чаще используют, так сказать, индивидуальные предприниматели в их своей деятельности, более того, на старте или же, может, не на старте, может, уже и в процессе, так сказать, тотального развития. Так, это ФЛП. Обычно законодатель дает, не обычно, а в целом, законодатель дал нам такую прекрасную возможность налогового, не во всех странах, это есть, скажу вам откровенно, это уникальное явление, так сказать, в мировой практике такая система единого налога, которая подарена когда-то в начале двухтысячных законодателям. Вот, но с тех пор действует. Все хотят ее максимально как-то сжимать льготы по ней или же максимально устранять какие-то преимущества, но пока бизнес, белкий бизнес, да, и средний бизнес существенно, оказывают существенное сопротивление таким начинанием власть-имущих, и мы имеем то, что имеем. Система до сих пор жива, единый налог активно используется. Если мы говорим о IT-бизнесе, то возможны две группы для этой отрасли, потому что первую группу мы не будем рассматривать, первая группа больше для торговли, так сказать, продуктами питания сладков, поэтому мы ее опустим, наверное. Если будет отдельный вопрос, как бы пишите в чате. Вторая и третья группа. Почему я здесь затронул вторую группу? Есть такие ситуации, когда, в принципе, IT-специалист работает преимущественно на украинский рынок и работает преимущественно с юридическими и физическими листами и предпринимателями, такими же, как он, по факту, на системе единого налога. И он, в принципе, согласно этой системе, может оказывать им услуги беспрепятственно, уплачивая вот именно такой состав обязательных платежей. Всего сумма от 1023 гривны. Это актуальная сумма с учетом ЕСВ и фиксированного единого налога. Здесь, на второй группе, у нас фиксирован один налог 20% минимальной ЗП. Кстати, по-моему, в Одессе, не по-моему, а в Одессе действует уменьшенная ставка, там вообще 10%. Поэтому каждый местный совет выбирает, какую ставку проделывать 20, естественно, подобрать. Вот город Одесса использует ставку в 10% от минимальной заработной платы. Поэтому, в принципе, если вы собираетесь работать с украинскими заказчиками, и главное, эти заказчики являются плательщиками единого налога, то такая система могла бы вам быть, так сказать, по плечу или по костюму. Но базовая налоговая система и базовая налоговая группа у IT-специалистов, это третья группа единого налога. Здесь нужно понимать, что единосоциальный взнос, мы как бы помним, платится в любом случае ежемесячно, это фиксированная сумма. Сейчас есть новшество, что единосоциальный взнос не платится, если нет дохода у предпринимателя. То есть, если это, по факту, недействующее физическое лицо предпринимателя, он приостановился или просто какой-то период, не получает доход, допустим, взять тот же карантинный период, хотя в карантинном периоде законодатель просто освободил всех физических лиц-принимателей от уплаты ЕСВ за себя, в любом случае может быть существовать разные ситуации, которые не позволяют сейчас, не получается, скажем, ФЛП получать какие-то денежные средства и активно развивать бизнес. Тогда, в принципе, ЕСВ за те месяцы, в которых не было дохода, он не платится. Соответственно, здесь у нас уже идет ставка 1,5%. В этом случае нужно понимать, что 5% мы платим от того, всего, что мы получили, грубо говоря, на расчетный счет от всех денежных средств. Никого не интересует, какие расходы понес ФЛП третьей группы в целях налогообложения. У него были арендные платежи, возможно, он докупал какое-то программное обеспечение, рекламу в рекламных кабинетах социальных сетей и так далее. Эти расходы не учитываются при определении базы налогообложения. Поэтому, если зашло на расчетный счет 900 тысяч гривен в каком-то периоде, то 5% нужно заплатить с этой суммы. Значит, здесь вроде бы разобрались. Следующий у нас слайд будет. Что касается общественной ответственности. Общество ограничено ответственностью. Здесь тоже возможен вариант работы на третьей группе. Но понимаем, что несколько увеличивается налоговая нагрузка на получение, так сказать, чистых денежных средств, тех денежных средств, которыми мы можем спокойно распоряжаться, грубо говоря, делать и прочие-прочие-прочие-прочие вещи. Непрямо сначала заплатить от тех вселенных средств, которые зашли на расчетный счет 5%. Но это налоговое бремя легло, мы помним, на общество ограничено ответственностью. А налоговое бремя еще и дополнительное, которое нужно нести участникам, учрителям этого общества. И тогда мы получаем плюс 9% на доходы физических лиц с таких дивидендов, плюс 1,5% военного сбора. Или же то, о чем я вам говорил, да мы не хотим распирять дивиденды, мы хотим, так сказать, попытаться минимизировать, законно минимизировать, на мой взгляд, уплаченные в этой ситуации налоги, тогда опять-таки у нас есть контрагент, которому оказываются какие-либо услуги, и под 5% дополнительных выводятся денежные средства. Вы еще помните, что это обязательно реальные услуги. Значит, тогда такая вот совокупная налоговая нагрузка по ситуации, когда денежные средства в кармане составит 10% или 25, плюс 9, 14, правильно? Вы правите, 15,5%, то есть два варианта. Нужно это учитывать, поэтому если вы видите преимущество работы в ООО, если у вас, естественно, есть команда, которая хочет инкопорироваться именно в общество ограниченной ответственности, распределить грамотно права и обязанности свои по участию в бизнесе, то нужно понимать, что налоговая нагрузка будет немного другая, то есть это не минус, это просто нужно изначально как бы проанализировать ситуацию и сделать свой выбор ФЛП или общество с ограниченной ответственностью. Что касается, наверное, такого момента, да, был вопрос там у нас изначально в темнике, как самостоятельно навести бухгалтерский учет, да, и не иметь никаких проблем. Ну, если с общество с ограниченной ответственностью, на один ноги, я бы вообще не рисковал самостоятельно это делать, да, потому что все-таки структура этого общества и те учетные документы, которые готовятся им, они несколько комплексные, опять-таки комплексные, это значит, сложные, то в части физического лица претендователя я бы, наверное, в любом случае, и первое, я бы рекомендовал это иметь в команде, надо сказать, на аутсорсе, в том числе налогового консультанта или консультанта по бухучету и оплате налогов, в любом случае, потому что существуют ситуации, когда, ну, и мы с ними сталкиваемся, с своими клиентами, когда действительно было начато ведение бухгалтерского учета самостоятельно, и потом вылазили, простите, некоторые ситуации, которые сложно было уже на том этапе обращения к юристам, да, или к бухгалтерам устранить, да, кроме как заплатив штраф в какой-то сумме. Поэтому ответ на вопрос в темнике, как бы, ну, для меня, ну, все-таки, наверное, самостоятельно вести бухгалтерский учет и следить за своевременностью оплаты тех или иных налогов и других отчислений не стоит, потому что у нас в целом такая политика, да, в частности, мы должны быть, каждому заниматься теми вещами, в которых является специалистом. Ну вот, и у каждого есть, знаете, как запас каких-то сердечных сокращений в данной жизни, так же само, и, наверное, у людей есть еще и запас нервных, да, там, в голове сокращений умственных. Поэтому лишний раз тратить умственные сокращения на вопросы бухгалтерского учета, ну, наверное, не только это нецелесообразно, для креативных профессий тем более, но и иногда еще и больно в отношении денежных средств, которые могут быть взысканы потом с вас органами налоговыми. Поэтому наша рекомендация, бухгалтерский учет — это, ну, это базовая вещь, которая должна присутствовать в наличии каждого предпринимателя, и должен эту ситуацию вести непосредственно специалист. Так, значит, с этим вопросом понятно. Понятно, какая часть... Максим, прошу прощения. Смотри, тут уже появилось несколько вопросов. Как тебе удобно будет по ходу дела отвечать на них, если они связаны, или все-таки в конце, чтобы ребята читали? Я, честно говоря, я их вижу, да, не стоит переживать, мы их все равно зацепим в том или ином, может быть, где-то будет просто дальше ответ по теме, или же мы ответим на них в конце, не услышанным не останется, то есть в любом случае. Хорошо, в общем, все вопросы будут услышаны, и мы на них ответим. Да, конечно, да. Что влечет за собой отсутствие из нашей практики грамотного бухгалтерского отчета? Это вот те моменты, о которых говорит этот слайд. За всеми этими моментами должен следить специалист, потому что если вы превысили лимиты, которые предоставлены для той или иной группы, да, мы помним, что для третьей группы сейчас это уже 7 миллионов гривен, то превышение лимита влечет за собой наложение штрафной санкции в размере 15% на такое превышение. Более того, все денежные средства, которые получены не по правилам пребывания на единомноге, допустим, операции, которые были, ну, денежные средства, которые получены какими-то неденежными переводами, и об этом стало известно на налоговой инспекции, то, опять-таки, на сумму таких денежных средств, которые получены не по правилам пребывания на ЕН, тоже начисляется налог в 15%. Вовремя неуплачивания налога — это, ну, базовая вещь, то есть, да, поэтому все такие моменты, они как бы вроде бы понятны, даже существуют электронные сервисы, вы, наверное, о них слышали, онлайн-сервисы типа айфина или там таксеров различных, которые вроде бы и помогают предпринимателям самостоятельно вести учет, но все равно как бы есть моменты, которые эти сервисы могут вам не закрыть или не подсказать. Поэтому неприятности они такие, вы должны понимать при принятии решения сам, не сам заниматься, вы должны понимать просто риски. Если вы считаете, что все лог, вы изучили ситуацию полноценно, то никаких проблем, как бы, ведите самостоятельно. Я думаю, что, ну, кто разобрался, конечно, глубоко, тот, наверное, поймет это индивидуальное управленческое решение уже. Хорошо, с этим понятно. Что у нас дальше по повестке? Там был вопрос работы с иностранным заказчиком, насколько я помню, в темнике у нас. Ну, какие тут особые моменты, на которые стоит обратить внимание? В частности, работы через сиического лесопредпринимателя. Ну, наверное, да, как бы грамотно оформить отношения с заказчиком все-таки стоит. Грамотное оформление отношений — это договор, наказание тех или иных уступ, договор подряда, или на услуги. Соответственно, в договоре должны быть прописаны те вещи, о которых, скорее всего, Лона скажет в дальнейшем, чтобы облезопасить себя от тех ситуаций, когда мы не получаем денежные средства за проделанную работу. В принципе, это самое основное, что беспокоит любого фрилансера. Сделать работу и получить за нее адекватное вознаграждение. Поэтому в договоре, конечно, будут прописаны такие моменты. Что касается выставления счета к этому договору, то, в принципе, для банковского учреждения при получении денежных средств на расчетный счет достаточно инвойса, в котором будут описаны основные моменты, которые характеризуют этот документ. Сумма, предмет услуги, наименование контрагентов. Поэтому этих инвойсов и, в принципе, каждое банковское учреждение предоставляет ту форму, которая приемлема непосредственно для них. Вообще, она универсальная, но, тем не менее, могут быть какие-то отклонения от зависимости от банковского учреждения. Также при работе с иностранцами, с иностранным заказчиком часто используют платежные системы. То, с чем мы сталкиваемся, это чаще Payoneer или TransferWise. Никаких проблем не вижу в использовании этих систем. У каждой из них имеет бизнес-аккаунт. Можно зарегистрироваться, будучи предпринимателем. И в дальнейшем уже с этих аккаунтов переводить денежные средства себе в копилку, так сказать, в свой банк. Единственный момент, вот часто возникает, и я просто хотел его тоже осветить. Существуют такие ситуации, при которых люди спрашивают и эти специалисты спрашивают, если же денежные средства, грубо говоря, расчетная валюта у вас по договору это доллар, то когда наступает, так сказать, то обязательство по уплате единого налога? На какой момент должен быть рассчитан курс по гривне, чтобы, так сказать, не обидеть налоговую и правильно уплатить налог? Вот. По нашему мнению, в принципе, по мнению общепринятому, налог, единый налог считается по курсу НБУ на момент захода денежных средств на расчетный счет. Вы знаете, сейчас нет никакой обязательной продажи валютной выручки. Ваши денежные средства в долларовом эквиваленте могут находиться на расчетном счету неограниченное количество времени, поэтому нужно это учитывать и с этим, так сказать, нормально работать. Так, у нас, наверное, какие-то моменты. Давайте, наверное, вопросы мы ответим все-таки в конце. Сейчас Илона включится. Да, тогда я забираю микрофон. Включишься и быстро перещелкнешь в слайд, да? Так, окей, переходим к договорам. Значит, первое, чем нужно думать, это то, что договор, помимо оферты, это ваше общение с клиентом. Это то, что показывает, как вы настроены на работу с клиентом, как вы о нем подумали, как вы о себе подумали, в первую очередь, кстати. И это важно, потому что часто к нам обращаются ребята, которые не имеют этих договоров, не имели, не подумали. Это чаще всего хорошо, что бывают такие ситуации, когда что-то скачали с интернета. Я даже не знаю, кстати, хорошо это или плохо, потому что что-то скачено, это не отвечает, как правило, тем правилам, которые вы хотели для себя установить. И в такой момент, ну вот, приходят к нам, обращаются, говорят, я хочу выйти на работу с иностранным клиентом, как мне быть, то, о чем Макс говорил, да? То есть нужно, чтобы клиент понимал, что вы там не вчера, не позавчера на рынке, да, а играть по правилам этим рынка. И о чем нужно думать? То есть есть разные виды договоров, и мы сейчас вот, если говорим про договоры на оказание услуг, да, сервисный договор, то он в основном зависит от того, какая будет бизнес-модель, то есть что это будет, какая будет, как происходить будет оплата. Часто есть вот это вот фикс, то есть фикс это прайс, когда с клиентом договорена какая-то определенная сумма, есть тайм и материал, когда подчасовка, ну можно там миксовать, это там саппорт, это уже отдельные договоры, это вот фикс и тайм, материал, это тем в основном такие самые распространенные. О чем нужно помнить в договоре? Чаще всего, во-первых, договор просят именно как раз у подрядчика, потому что заказчик, ну не работает каждый день в этой сфере, поэтому чаще всего этот договор должен быть как раз у подрядчика. О чем нужно подумать? О том, чтобы предмет прописать как можно четче. То есть если мы делаем, к примеру, дизайн для какого-то мобильного приложения, то в предмете просто мы договорились о дизайне мобильного приложения, этого будет недостаточно. Нужно будет конкретизировать, какого именно приложения, что именно это UI, UX, иконка, логотип, что конкретно вы будете делать. Объясняю для чего? Для того, чтобы если вдруг что-то возникнет и клиент скажет, ты же мне обещал что-то еще, у вас будет договор, где будет четко прописано, что конкретно вы договорились делать. Ну, понятно, бизнес-модель, это она, вот то, что я сказала, фикс, там, тем. Чаще всего оно может меняться, и это нормально, в процессе деятельности. То есть, как правило, при выходе на рынок вы не знаете, как именно вам будет комфортно работать, и через какое-то время после получения опыта работы с клиентами будет понятно, по какой модели удобнее работать. Потому что, например, у нас даже клиенты, которые работают какое-то долгое время, потом через какой-то период понимают, что им сейчас неудобно уже по этой системе работать, у них выросла компания, им неудобны там дебюторские задолженности какие-то, они меняют систему оплат, и получается, что изменения вносятся и в договор. Для чего? Для того, чтобы, вот, например, часто используют 50% предоплаты, 50% после. И еще большая ошибка привязывает вот эти 50% после к загрузке в Store. Потому что загрузка в Store уже от вас никак, как правило, не зависит. Если вы все сделали, как захотел клиентам, могут быть разные комплаенсы, приложение может что-то нарушать не по вашей вине, и вы будете ждать долго и нудно свои остатки 50-50% оплаты. Вот. Об этом нужно помнить. и, опять же, рассчитывать, как вы будете работать с клиентом. Например, у нас была такая, я просто наткнула сегодня на статью, где, что там, Amazon, может, видели на Ине, Amazon продавал 7 лет в Крыму товары. У нас была ситуация, похожая, когда клиенту отменили, что у него там, загрузку мобильного приложения в Store как раз на основании этой же причины, потому что они в своем приложении говорили, что Крым — это не Украина. И это просто стало основанием для исключения. В WebStore они как раз не говорят о том, что конкретно, ну, как правило, не говорят причины отказа. Но, опять же, мы помним, это задержки оплат подрядчиков. Так, дальше очень важно — итерации сроки. Как правило, мы ограничиваем в договорах количество итераций, то есть клиент не может носить правки вечно и бесконечно, это влияет на вашу оплату, соответственно, и на ваше время и доход. То есть мы это ограничиваем. Сейчас. Да, потом. Значит, еще важный момент по передаче прав, я чуть позже скажу больше, но что здесь нужно помнить, что важно, что когда человек выходит на рынок, опять же, ему нужен опыт, заказы, и он забывает о том, что он может сделать гениальную какую-то вещь, получить за нее деньги и не иметь права выставить в портфолио, потому что в договоре заказчик укажет, что нельзя выставлять в портфолио без письменного согласия или вообще никогда не выставлять. На что это влияет? То есть вам нужно, во-первых, определиться. Вы когда работаете с этим клиентом, вам важно выставить это в портфолио или вам не важно? Если для вас важно, то нужно просмотреть вот этот пункт, чтобы было разрешение на то, чтобы вы могли поделиться с людьми о том, что вы делаете на беханс, на брибы, выставить куда-то вот этот опыт работы. Иначе клиент может воспользоваться таким вот, такой неопытностью и не разрешить показывать людям ваши наработки. Если клиент не разрешает, то вы должны понимать, что тогда стоимость услуг может быть выше, потому что вы не получаете какой-то appreciation. Так, тоже объекты прав интеллектуальной собственности и открытые источники. Мы, есть часто дизайнеры, например, пользуются, ну, не только дизайнеры, разными открытыми источниками, там, где можно фотографии, иконки бесплатно скачать. Здесь нужно помнить, что если в договоре вы не прописали, точнее, вы прописали, что вы передаете права на все-все, то вот такие вещи, вы не можете на них передавать права, как правило, потому что они вам не принадлежат. Поэтому, если вы что-то используете в своей работе из открытых источников, убедитесь, что в договоре с клиентом, с заказчиком, есть такой дисклеймер, дисклоджер, что вы не передаете дисклеймер на права на то, что не принадлежит вам, то есть то, что взято с открытых источников. У меня нет никакой обратной связи, я не вижу вопросов, я не понимаю, если вдруг какие-то возникают вопросы, Оля, ты мне, наверное, говори, потому что я просто разговариваю. На части Максима там было много вопросов, но мы их оставили на потом. Сейчас пока что никто не писал. Окей, если будет что-то по теме, то там прям надо что-то разъяснить, тогда говорите. Так, еще у нас есть из частых договоров в IT, это NDA, нон-дисклоджер, то есть о неразглашении, NCA или нон-компит, или нон-солицитейшн, то есть не переманивание или не конкуренция. Как правило, эти договоры, если вы выступаете на стороне подрядчика, тогда этот договор, как правило, присылает вам клиент, но особенно о неразглашении. Это ему нужно, чтобы вы не разгласили какую-то информацию, и чаще у них, у клиентов есть свои договоры, но тоже в своих папочках не мешает иметь такой же договор, что говорит о том, что вы подготовлены к работе с крупными заказчиками. И IP-transfer agreement у меня там в конце был. Это важная вещь, отдельная. Давайте попробуем сделать небольшой тест, если будут люди отвечать быстро как-то в чат, и мы это сможем быстро видеть, то как вы думаете, кому принадлежат права? К вам пришел клиент, что-то заказал, допустим, иконку, вы нарисовали иконку, и кому принадлежат права? Заказчику, вы подписали договор, к примеру, заказчику, клиенту или совместно? Один, два или три? Так, я просто не вижу, наверное, чат, я не могу включить. Внизу, там, где вот share screen, попробую. В общем, три, сейчас первый ответ три, один. Итак, как правило, значит, у нас в Украине есть такая коллизия. Коллизия — это значит, что-то, один закон говорит одно, другой закон говорит другое. Вы как юристы с этим не сталкиваетесь, и вам очень повезло, потому что нам приходится ломать голову и думать, что же хотели нам сказать наши законотворцы. Значит, по специальному закону, который регулировать должен правила между заказчиком и клиентом в IT, в IP, между интеллектуальных прав, работы принадлежат заказчику. Но в другом законе, в Гражданском кодексе указано, что совместно. Ага, у меня заказчик и клиент здесь имелось в виду разные, имелось в виду выконавыц, то есть исполнители, подрядчики, заказчик, поэтому я тут всех ввела, наверное, в заблуждение. Ну, то есть мы, о чем мы должны помнить? О том, что для того, чтобы вы, как добропорядочный исполнитель, должны передать права на свои, на то, что разработали, написали, либо там нарисовали заказчику. По украинскому праву это передается либо отдельно, либо в акте прописывается, либо передается по договору передачи прав. Почему важно? Потому что вот у нас за последнее время было очень много споров на эту тему, потому что если вы не передали, или же, ну, это выгодно заказчику передать ему эти права, если вы ему не передали, тогда он потом может иметь проблемы в оформлении вот этих своих прав и интеллектуальной собственности на свою компанию, потому что он не покажет цепочку, откуда у него взялись вот эти вот элементы. Есть, если вы работаете с американцами, с американским правом, то в контракте, как правило, будет такая формулировка work made for hire. Если вы это увидели, это значит, что с момента работы над каким-то проектом заказчику принадлежат права, и он считается автором. У нас не такая ситуация в Украине, поэтому нам нужно, как подрядчикам, продумывать эту ситуацию и передавать права позже, потому что права у нас передаются отдельно. Так, что я тут хотела сказать, это часто вот происходят такие ситуации, когда, ну, вот к нам приходят клиенты, и они разработчики, либо дизайнеры, и хотят создавать какой-то свой продукт. Вот часто это было с дизайнерами, у них были свои дизайн-студии, и потом они решили создать платформы обучающие. Поэтому мы решили вопрос такой включить. Что нужно здесь помнить? О том, что нужно вот эти вот документы, которые в конце, в футере сайта указаны, которые пишут юристы так старательно для того, чтобы их читали, они нужны, они важны, и они предусмотрены законом. Когда, значит, что там в основном? Это политика сбора и обработки данных в Privacy Policy и правила пользования сайтом. Как покупать на сайте, как там возвращать, если это товар или услуга. И для чего вам, как владельцам этих сайтов? Для того, чтобы в первую очередь тоже защитить себя и подумать о вашем клиенте. И часто все платежные системы типа LeakPay, TransferWise, они будут просить вот такие договоры, где будут также указаны условия возврата платежей для того, чтобы подключить вас к платежной системе. Все просто. Что должно быть в таких договорах? Это, ну, то, что я написала. Кто, кто продает, кто продавец в нашем случае, либо тот, кто оказывает услуги какие-то. О чем? Цена, ответственность, правила возврата, правила обязанности и другие условия. То есть здесь мы вольны выбирать уже дальше, что конкретно нам туда подключать. Но вот эти вот основные пункты для чего? Опять же, для того, чтобы вы себя смогли обезопасить. И вот исходя из практики, чаще всего то, что создается, записывается в начале проекта, оно потом часто очень сильно меняется, дополняется, потому что проект идет, возникают разные ситуации, которые в начале можно было не предусмотреть, и уже в процессе это добавляется. То есть это вполне нормальная ситуация. Все сразу практически невозможно предусмотреть. Здесь я немножко напугала штрафом, потому что за это есть ответственность. Ну, как-то часто у нас не сильно обращают внимание на такие документы, но это важно. Здесь еще тоже мы не писали об этом в наших тематиках на сегодняшнюю лекцию. Но тоже, что сейчас очень актуально, тема языка. Кстати, мы не сделали тоже застережение, что мы будем размобляться российскую мову. Как-то, ну, в общем, для чего это? Для того, что сейчас все переводится на украинский язык, особенно если там есть, если есть реклама, какая-то информация о товарах. Вот здесь приведено пример, не пример, а вытие с правил, когда что должно быть переведено на украинский язык. То есть даже в Фейсбуке в скором времени нужно будет отвечать на украинском. За нарушение этих правил тоже предусмотрены штрафы, но как они будут внедряться, там еще целые нормы, и это еще полностью все не разработано. Но наши клиенты уже с прошлого года начали об этом думать, переводить страницы, делать автоматическую загрузку страницы на украинский язык, либо на любом языке Европейского Союза. GDPR, вы, наверное, уже не помните, но пару лет назад приходили в мае месяце, когда был принят этот закон GDPR, General Data Protection Act, Regulation в Европе по сбору и защите персональных данных. И все просто сервисы стали тоннами слать эти сообщения о том, что у них обновились политики сбора данных, и все должны были принять обновления и этому соответствовать. если вы не видели, то странно, потому что это просто слали все, и в Украине сейчас тоже все работают над тем, чтобы все-таки обеспечить законную систему сбора и обработки данных персональных, через которых можно вычислить человека-персону. это, конечно, важный тренд на самом деле, но еще и предусмотрено законом, и не только европейским или американским правом, но и украинским правом. У нас тоже есть и штрафы за то, что нарушены какие-то правила, разные приведены, но что вам нужно, если есть у вас такой вот продукт, вы сами сделали что-то, производите и где-то собираете данные человека, имя, фамилия, имейл, телефон, то тогда лучше всего проработать этот момент и указать в футере вот это правило сбора обработки данных, правильность в полисе. Если вы работаете с европейцами, то это обязательно, если у вас сайт на английском языке и уже предполагается, что кто-то из Евросоюза может воспользоваться услугами, тогда тоже нужно думать уже и прописывать с учетом норм европейского права. Это то, что немножко сказал Максим про коммерческое наименование. Здесь на самом деле, когда человек вначале выбирает ФЛП, это чаще всего такая система, то на дрибле, на бехансе он не будет себя регистрировать, как ФЛП, Иванов, Иван Петрович. Мы в ФЛП можем иметь право только свое имя зарегистрировать. Но, как правило, на каких-то платформах мы пишем какое-то красивое наименование, которое мы придумали и под которым мы работаем, выставляем свою работу. И потом, когда приходит клиент и видит, что вы уже договорились, офер прислали, подписали договор, ну, точнее, подписываете договор, и здесь клиент видит, что он будет отправлять деньги на какого-то ФОПа, Иванова. И у клиентов наших часто возникает вопрос, что делать? Я же тут, вот у меня такое красивое наименование, здесь я ФОП. Что у клиентов просто с иностранцев возникают такие вопросы. Почему и как, что произошло, кто тут кого обманывает? На самом деле здесь ничего страшного. Вы просто наименование имеете такое, это ваш бренд, а счета выставляете на ФОПа. То есть тут никаких нарушений нет, это нужно объяснять клиенту, что здесь у нас просто в шапке договора написано вот так, но юридическое, точнее, лицо, которое будет принимать платежи, это вот организационная форма у нас такая. То есть это нужно объяснять, и ничего абсолютно страшного в этом нет. Здесь еще момент, что когда вы работаете с каким-то наименованием, вы что-то придумали красивое, вы вкладываете уже там деньги в маркетинг, нанимаете людей, к примеру, и кто-то еще может использовать ваше наименование и тоже выставлять работы под таким же наименованием или же там заключать договоры с другими клиентами. Чтобы этого не было, нужно регистрировать торговую марку, знак для товаров и услуг. То есть вы понимаете, когда нет, торговая марка, это когда есть государственная регистрация, получено свидетельство, я как-то его не приготовила, у нас есть, мы еще регистрируем, есть, постоянно присылают эти свидетельства. Это просто такая бумажка на картонке с державным символом, и когда, получается, клиент, ну, заявитель получает эту торговую марку, он может регистрировать и домен, и может запрещать использовать торговую марку для, там, если кто-то нарушает его права, и, ну, и, соответственно, предлагать услуги уже, имея зарегистрированную торговую марку, и, ну, таким образом защитить свой бренд и передавать по фроншизе, если нужно, в другие города. Так, здесь у нас, наверное, по этим вопросам, что у нас там с временем, наверное, все, и если будут вопросы, да, мы уже не подходим к концу, вопросы, то задавайте, я тут уже заканчиваю немножко про нас, у нас, правда, котик сейчас после того, как начался карантин, он у нас в офисе не тусует, мы за ним очень-очень скучаем, мы вообще сейчас больше на удаленной работе, вот, но он такой миленький. Так, еще мы пишем статьи разные, интересные, в Фейсбуке, я была на Game Gathering в субботу, может, кто-то был из присутствующих, и там у нас была панель, я выступала как, ну, как юрист, соответственно, и ребята сказали, что читают наш блог в Фейсбуке, разбираются, то есть сами, ну, без нас там, читая блог, могут себе помочь в вопросах с ответами на вопросы. Мы пишем большие статьи, какие-то мелкие на Фейсбуке, маленькие, пишем новости, то есть если нужно как-то, мы в основном с бизнесом работаем, в основном с IT-бизнесом, и вот какие-то обновления, какие-то наши наработки, что-то, какую-то практику, вот про это пишем, и можете тоже обучаться, там, отвечать себе на вопросы. Так, ну, все, у меня все, спасибо. Спасибо к вопросам. Тогда что у нас там осталось из списка? Мы, наверное, перейдем сначала к тем, кто сейчас задал вопросы, да, то есть, ну, хотя были те, кто раньше задал, да, но вижу, то не будем забывать тех, кто в процессе еще моего спича задал вопрос. Я бы хотел вот сразу ответить на вопрос по третьей группе и освобождению от оплаты ЕСВ, если не получен доход. Если действительно мог, то ли просто не описал, я планировал описать также тему, когда ФОП работает на общей системе, такие тоже варианты, да, возможно, мы сказали, что ФОП на общей системе, это те, кто платит 18% плюс полтора ЕСВ, плюс полтора военного сбора, с тех сумм, да, доход минус расходы, да, с прибыли, то есть. Вот, возможно, если у ФОПа достаточно большие расходы, ну, вы знаете, обычно на, так сказать, низкомаржинальных бизнесах, в частности, вот, может быть, IT-аутсорс является таковым, то если в составе доходов много, так сказать, вычетов, да, заработные платы сотрудников, дорогие офисы, печенье, PepsiCo, CocaCo для их же активной жизнедеятельности, то такая система, она реально существует, я просто о ней почему-то упустил сказать. Так вот, вот этот момент с освобождением от оплаты ЕСВ в те месяцы, когда не было дохода, он касается как раз общей системников. Я прошу прощения, если, видимо, так оно проскочило у меня, в голове была одна тема, на языке другая, так сказать. Вот, но тем не менее, да, этот момент касается тех лиц, тех ФЛП, которые находятся на общей системе, и будет у вас праведливость, раз сказать, это как бы большое, действительно, достижение для мелкого, среднего бизнеса, но оно будет введено в действие только с 1 января 2021 года, поэтому это нужно учитывать. Вот, но активно уже нужно понимать это сейчас, потому что предупреден заранее, соответственно, можешь прогнозировать свою деятельность. Поэтому этот вопрос мы закрыли, правильно я понимаю? Если есть уточнение, какие-то еще раз можете спросить. Кстати, на вопросах, с какого момента начинается уголовная ответственность, всех интересует этот вопрос. Мы бы, да, мы за то, чтобы налоги оплатились, да, вот, поэтому мы всегда рекомендуем все-таки как-то инкорпорироваться и, ну, так сказать, не играть в этих вопросах, в этих вопросах с налоговыми органами и с органами правоохранительными. Но если конкретно отвечать, то есть действительно статья 18 Уголовного кодекса, которая говорит об уклонении, об ответственности за уклонение от оплаты налогов. И в данной ситуации там порог этой ответственности наступает при той ситуации, когда сумма неуплаченных обязательных платежей в тысячу раз и выше превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан. Обожаю это вот большое значение. Но он звучит именно так. Что это значит? В угон оконусе я просто сразу такое небольшое объяснение. В уголовном кодексе все штрафы, все наказания, допустим, штраф в размере тысячи этих самых необлагаемых, тогда мы берем за основу 17 гривен. Все штрафы считаются, когда мы берем за основу 17 гривен. Это будет 17 тысяч гривен. А вот в целях квалификации преступления, то есть считать, является ли это преступление таковым или нет, то мы всегда используем другую исходную цифру. Это будет 50% минимальной заработной платы для трудоспособных лиц. Точнее, прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, это опять-таки, прям в голове не держите цифры, но это порядка 2000 гривен. Да, порядка 2000 гривен. Соответственно, чтобы рассчитать порог ответственности, нужно взять 50% этого прожиточного минимума, грубо говоря, 1000 гривен, там детали уже плюс-минус гривна, вы меня простите, думаю, но там это невозможно знать. И умножить на 1000. Соответственно, получим, что порог ответственности уголовной где-то миллион гривен. С этого момента наступает уголовная ответственность. Если сумма ваших всех платежей, не выплаченная в сторону органов налоговых, фискальных, составляет такой размер, то нужно приготовиться. Но в любом случае нужно понимать, что если вам пришло налоговое уведомление, решение на такие суммы, вы их можете, так сказать, избежать ответственности путем что? Путем просто оплаты этих сумм, нужно просто согласовать это денежное обязательство. Я думаю, в таком случае будет все окей с вашей потенциальной, не дай бог, уголовной ответственностью. Поэтому поняли, да? Порядка миллиона гривен. Точную сумму мы можем просто потом сказать. Так, что касается вопроса, расскажите, пожалуйста, про возможность открытия ТОВ не в Украине. А куда это вы спросите, простите? Так, значит, что здесь? Ну, вопрос за ТОВ. ТОВ — это общество ограниченной ответственности. В мире есть... У нас это не уникальная форма инкорпорации в Украине. Мы, естественно, ее позаимствовали, да? Допустим, в Америке это LLC, Limit Liability Company. В Эстонии там свое эстонское некрасивое слово, нет смысла его употреблять. Вот, поэтому это вот, почему я говорю про эти страны, да? Это более-таки сейчас востребованные со стороны IT-специалистов юрисдикции. Илона, ты же согласна со мной, правда? В США, Эстонии часто наши клиенты, в частности, выбирают эти юрисдикции. И что здесь вот, как бы ответить, как открыть? Ну, открыть, возможно, то есть препятствий законательных, для иностранца открыть юридическое лицо, какое является, допустим, в Америке, в штате Делаве, LLC, никаких препятствий для этого нет. Нет, вы не обязательно должны быть там женеем США или же новым резидентом даже США. То есть, вот, поэтому процедура, я не вижу смысла просто ее описывать, потому что я никогда, ну, мы не рекомендуем, это тоже вопрос будет, что из бухгалтерии. Каждый дом заниматься, так сказать, своими вещами и своими делами. Поэтому, да, нужно обращаться к специалистам, потому что если в Украине нужно это делать, то в Америке тем более, потому что, ну, опять-таки. Ну, я тогда дополню, если ты не против. У нас есть юрист в компании, который занимается открытием компании за рубежом. Есть разные сервисы, через которые можно, тот же Stripe, можно открыть компанией. Ну, как... У нас была простая ситуация недавно, когда пришел клиент, причем он пришел это нам с аутсорсили с Киева, наши коллеги, и он не мог завершить эту процедуру, он не понимал, что ему там Stripe говорит, у них не получилось как-то наладить контакт, и он не смог завершить регистрацию, мы ему завершали. По деньгам ему получилось точно так же, если бы он сразу с нами открывал. Ну, у нас это достаточно доступно. То есть это выбор каждого. У нас это делает человек, который учился в Америке, он там работал, он... У него есть опыт в этом. То есть мы сами делаем, то есть с помощью человека, который в этом разбирается. Потому что налоги... Тем более сейчас нужно будет подача налоговых отчетностей в Украине. Наверное, вы слышали о КИК, контролируемые иностранные компании. Это надо будет делать отчеты с этих иностранных компаний. Это не сложно, то есть это не страшно. Это во всем мире уже такое движение, если есть какая-то иностранная компания, и вы владеете, будете там собственником на больше, чем 50%, то нужно будет говорить налоговым органам Украины о том, что такая компания есть. Если там будет больше 2 миллионов, миллионов, да, евро оборот за год, тогда нужно будет еще и платить налоги, оборот, не прибыль. Вот. Как это будет происходить у нас еще? Все настраивается в Украине весело, процесс еще идет, мы даже статью недавно написали на это, ну, то есть это все вот сейчас живое. Но просто нужно это помнить, что если есть такой вопрос об открытии иностранной компании, нужно будет потом это докладывать в налоговую. Но наших клиентов, многих это не пугает, потому что им удобно работать с иностранной компанией, им удобно работать с американцами, им понятно, американцам что такое там LLC в Делавейре или в Вайоминге, им понятно, им комфортнее работать. Если это тоже вот такое управленческое решение, откуда клиенты, как вам, и точнее даже не вам, как клиентам удобнее с вами работать, уже под это нужно подстраивать свою бизнес-модель и инкорпорироваться в другой стране. Максим, ты зависла камера, что ли? Да? Или у меня зависла? Нет, у меня тоже зависла Максим. Там вот, по-моему, пропустили один вопрос сейчас. Третья группа. Правда ли, что закрыть ФОП невозможно, закрыв ФОП, невозможно открыть его заново в текущем году, потому что бухгалтер говорит, что нельзя открыть, а на сайте указано обратное. Это надо, у нас своя бухгалтерия еще есть, надо спрашивать у наших бухгалтеров, не подскажу. Мы не, мы просто ФОПов, честно говоря, мы, у нас есть бухгалтерия, которая это ведет, но открытие ФОПов мы не делаем, потому что, ну, редко, если нас очень просят, и там люди не хотят сами разбираться, особенно иностранцы, то мы помогаем с этим. Часто это клиент может сам пойти на сайт и бесплатно это за 10 минут на ДИФД сделать. Про открытие в течение, зачем вообще закрывать его? Чтобы не платить налог? Наверное, да, в этом? Думаю, скорее всего, да. Скорее всего, если человек передумал уже работать через ФОП. Хорошо, тогда, может, Максим знает ответ на этот вопрос, он ближе к бухгалтерии, если нет, мы напишем, как-то мы можем это написать? Я уточню своих... Да, мы завтра будем делать рассылку на почту, скорее всего, будем делать ближе к вечеру, и на этот вопрос тогда ответим уже в письме вместе с ссылкой на запись вебинара. Следующий вопрос. Так, это, это, это. Оля, скажи, там нет, Максим, он не просится? Он есть, но он не подает признаков. А, вот он, есть. Появился. Появился, да. Максим, когда тебя не было, был вопрос в течение года, если, может, ты знаешь, потому что я сказала, что это бухгалтерию надо нашу спрашивать, если в течение года закрывать ФОП, можно ли его снова потом открыть? У тебя звук выключен. Так, меня слышно сейчас, да? Да. Да, это у меня, извиняюсь, какие-то проблемы сегодня с этим ноутбуком. Ну, неважно. Так, касательно этого вопроса. Так, на самом деле, да, вот я так говорил о доверии бухгалтерам, и мы действительно как бы рекомендуем всегда какие-то вопросы, которые бухгалтерские, они прислушиваются именно к ним. Но здесь, на самом деле, я не вижу препятствий для повторного открытия ФЛП после его ликвидации, но выдержав паузу до 4 часа, потому что просто действие не может быть проведено ранее. Поэтому я не вижу препятствий. Интересно, что имеет в виду ваш бухгалтер, потому что даже если ФЛП не был снят с налогового учета, он просто ставится повторно, и никаких проблем я не вижу в этом. В любом случае, как бы вы же понимаете, что ответственность ФЛП по уплате налоговых обязательств, она как бы как после ликвидации вас в качестве ФЛП, она все-таки осталась, она перешла к вам. Если у вас были какие-то долги, она все равно к вам как к физическому лицу перейдет. Так же самое, как бы если вы вознагрите деятельность, зарегистрите снова ФЛП, то все долги, которые были, они тоже как бы проследуют за вами, то есть с хвостом. Поэтому да, закрыли ФЛП, снова открыли, препятствий как бы я не вижу. Да? Слышно меня? Следующий вопрос, да? Нет? Да, давай. Да, следующий вопрос был о юридическое лицо приватного предприемства, есть ли в нем один основатель и один собственник. Такая форма практикуется в IT? Да, на самом деле, давайте я отвечу. В принципе, да, это опять-таки будет, ну, мы сейчас сказали о самой популярной форме, да, это общество, ограниченное ответственностью. Вот. Не меньше одного участника, то есть ноль участников не может быть, но и нет порога, там, два участника или ты. То есть от одного участника стартует возможность открытия юридического лица в форме ООО. Вот, поэтому никаких, ну, опять-таки, суперпрепятствий в этом году. Я не очень поняла собственник и основатель, что я имелась в виду, потому что... Может имеется в виду директор, может имеется в виду директор. Люди, да. Может быть, основатель один, директор второй, или может быть, один основатель, и он же директор. Ну, я так понял, что речь идет, да, в одном лице, то есть я себе директор, и я себе фаундер, то есть. Если это не так, пусть человек точнее, не проблем, то есть. Но если эта ситуация, когда вы соединяете в себе, директора и учредителя, то никаких препятствий к этому нет. Можно спокойно формировать. Но момент такой, что вот многие рекомендуют, допустим, губбалтера, тоже юристы. Ну, раз уж вы являетесь фаундером и одновременно директором, то как бы вы не обязаны платить заработную плату себе, да. Вроде бы, да, со стороны здравого смысла звучит логично, почему я должен, грубо говоря, себе платить заработную плату. Но мы помним, да, что фаундер отстранен, как бы, да, физически, да, в физическом плане отстранен от общественной организации. Это другая организация, по сути. Это не продолжение его руки, грубо говоря. Поэтому платить будет организация вам, как бы, несмотря на то, что вы являетесь фаундером в ней. И, соответственно, нужно будет уплачивать обязательные налоги на заработную плату. Часто использовать минимальную заработную плату, конечно, но, тем не менее, нужно учитывать. Нельзя не платить заработную плату себе даже в такой ситуации, когда вы соединяете роль и фаундера, и директора. Спасибо. Так, следующий потенциальный работодатель предлагает гражданско-правовой договор, не спрашивая о наличии ФЛП. Без активного ФЛП с физлицом возможно такое сотрудничество и кто должен платить налоги? Да, в принципе, вы знаете, это тут нужно рассмотреть вопрос со стороны и кому выгодно, а кому нет. Вот если бы я бы рассматривал со стороны спрашивающего, мы сейчас, да, все-таки его вопрос рассматриваем, то я бы сказал, что ему это не очень должно быть приятно со стороны налоговых последствий, потому что он, опять-таки, он будет осуществлять деятельность вне статуса физического лица предпринимателя. Его деятельность будет системная, такая же, он будет регулярно получать какую-то сумму дохода и он будет, ну, как бы обязан вообще регулярно делать очисление этой суммы дохода. Поэтому, опять-таки, налоговыми органами это может быть рассеяно как сокрытие предпринимательской деятельности, скрытая предпринимательская деятельность с этим самым штрафом и с теми самыми налоговыми последствиями, о которых мы говорим. Вот, поэтому со стороны, это также, на самом деле, неприятно со стороны IT-компании, да, работодателя, но если они сами иниссуируют почему это им интересно, обычно все-таки если уже скрывать, ну, минимизировать налоговое отчисление в случае с, ну, избегая официального трудоустройства, да, а гражданский правовой договор это неофициальное трудоустройство, то обычно используют систему, когда, ну, то есть регистрируют своим миллионным сотрудникам ФЛП и оплачивают денежные, все, так сказать, расходы по ведению, в том числе, бухгалтерскому, вложатся на компанию, а вот уже вопрос оплаты налогов, да, то он же оговаривается непосредственно с работодателем, потому что, ну, мы понимаем, да, что и сотрудник обязан платить налоги официально трудоустройство, свои заработные платы, вот, потому что и его статус ФЛП в принципе этой ситуации не меняет, как бы он наоборот как бы немного лучше сотруднику делает, потому что вместо девятнадцать с половиной получается пять процентов, да, если он на едином налоге, поэтому эти вопросы говорятся отдельно, но и нужно понимать о, опять-таки, минусах для специалиста, для фрилансера, который работает по гражданскому правовому договору, что все-таки, ну, минимальная здесь присутствует защита от каких-то недоброжелательных действий со стороны компании, потому что компания может вас в любой момент уволить, компания может не предоставлять вам обязательные присмотренные законом периоды отпусков, которые были бы приятны вам и, так сказать, притомальны, принадлежали вам в случае, если бы было бы официальное трудоустройство. То есть, тот самый соцпакет, о котором говорится в официальном трудоустройстве, он, в принципе, в случае с работой с вами по женскому правовому договору, он отсутствует. Поэтому это тоже неприятная сторона для вас. Но, в принципе, переговорный процесс вам, наверное, поможет урегулировать эту ситуацию. Хорошо. Спасибо. Так, и последний вопрос, это уже, я так понимаю, к вашему агентству скорее вопрос. умеете в Диджило, да, умеете ли вы консультировать по налогообложению международных инвестиций? Такой по-живому просто, по-живому вопрос. Илона, расскажи, как вам? У нас, ну, у нас, как раз просто, недавно был на этой, буквально, пару дней назад, о инвестировании, вопрос инвестирования в фонд в Европе, компания в Чили, не буду называть какой конкретный, где фонд, идеи, все такое. Вот, и пришлось изучать вопросы налогов в Чили и в европейском, вот в этой европейской цене. Но у нас, опять же, если, Америки, то у нас есть свой специалист по Америке, что, кстати, в Европе, у нас есть специалист по Европе, по Европе тоже, не по всем, ну, то есть, есть определенные юрисдикции самые часто используемые, и там уже, ну, мы понимаем, как все происходит, но в любом случае, как в Украине постоянно меняются законы, так и в мире, особенно в налогах, тоже какие-то изменения, это, у нас есть человек, который это отслеживает, который открывает компании, счета за, ну, в Европе, в Штатах отдельно. Поэтому, да, и вот в таких вот проектах, да, инвестиционных, чаще всего, абсолютно разные юрисдикции, и Чили, то есть глобально нужно искать там юриста, который будет сидеть и разбираться, но когда человек, компания хочет получить какие-то первые инвестиции или не первые, то это будет очень напряжно, поэтому часто мы, то, что мы не можем разобрать уже, то мы, конечно, будем аутварсировать, но чаще из-за того, что у меня, например, английское образование еще есть, я понимаю, вот ту систему права, общую систему права у нас романа германская, у нас страны поделены по вот общим признакам, принципам, если право, если уже так грубо говорить, и мы в этом ориентируемся. У нас, например, было тоже, мы сопровождали сделку, где была покупка компании голландским Яндексом, на там, наши клиенты продавали что-то 2,5 миллиона евро, что-то такое, то есть все закрыли, все хорошо, все долго разбирались, сидели, но сопровождаем тоже, тоже есть. Хорошо, еще один вопрос появился, подавча годовой декларации с учетом, не сильно разбираюсь, лицензии или и лицензии для физлиц. Так, это вопрос, сейчас дайте. Это уточнение к инвестиции, судя по автору. А, да, наверное, спасибо, что заметили, потому что я не посмотрела на авторство. На самом деле, нужно как бы детализировать, наверное, вопрос, потому что не совсем понятно, что здесь есть. Артем, если можешь, напиши чуть подробнее, чтобы вы поняли вопрос, и тогда мы уже будем завершать, потому что у нас время заканчивается. Это будет последний уже вопрос. Сейчас подождем. Давайте мы тогда быстро по Пайониру, тут у нас два просто вопроса это спросили в этом листике. Артем уже написал, что если что, он уже лично свяжется, я так понимаю, вот вы оставили контакты. Да, можно, да. Значит, быстро еще два слова по Пайонир, тоже, ну, это возможно, это не законно, это законно, банки работают с Пайониром, на вывод, это Приват, Альфа, они точно работают, и на иностранную компанию тоже можно подключить тот же Пайонир и трансферовать, как мы говорили. Есть свои какие-то качели с этим, возможно, слышали там про карты, были заминки, но это просто такая тенденция в валютных регулированиях, в оплатах везде пытаются влезть в государство и что-то урегулировать и не давать нормально людям работать, то есть это повсеместная ситуация и просто нужно к этому адаптироваться, но эти системы платежные, они легальные, с ними можно работать. Естественно, мы помним, что мы, если выводим на фок, то мы платим налог, а так нет никаких застаражений. Да, ну и правильно, как, мне понравилось, ты сказала, когда мы готовились к этому вебинару, что не держать, так сказать, в одной кошелке все продукты, то есть денежные средства я сказала по-другому. Денежные средства стоит использовать на пусть разные платежные системы какие-то, чтобы если вдруг одна, так сказать, падает, другая смогла на себя забрать функции необходимые, потому что, это бизнес, и, ну, как бы, если будут возникать какие-то проблемы с платежной системой, то их не поймет контрагент, поэтому нужно быть всегда готовым чем-то подменить ту или иную проблему. Да, по идее немножко себя, свою репутацию, сказать, немножко подпортил, но вроде бы постарался быстренько восстановить ее, посмотрим, как это получится по пользовательской активности, но пока все работает как исправные часы, вроде бы клиенты сейчас получают средства на карту, заказанную корпоративную, поэтому вроде бы все восстановлено. Поля, можно еще одно вопрос? вопрос. То, что воно там может быть оскаржено и как не соответствует украинского законодательства, это уже иное вопрос. Но с точки зрения отношений с работодателем, это не юридическое вопрос, потому что могут быть какие-то зауважения. Но обмежений до этого юридичных нема. Законных нема. Ну все, вроде все вопросы. Хорошо тогда. Все, будем тогда завершать наш вебинар. Илона, Макс, спасибо вам огромное. Вы, я думаю, правда помогли очень многим разобраться в юридических вопросах. Кто недоразобрался, вы оставили свои контакты, связывайтесь с ребятами, с агентством, они помогут вам. Завтра вебинар, ссылка на вебинар будет у вас на почте. Я думаю, ближе к вечеру мы все отправим. И также фидбэк форму. Прошу тоже заполнить всех. Все, хорошего всем вечера. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. Всем пока-пока. Пока.